Всем привет, меня зовут Саша с Saint Rider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Этим видео я начну новую рубрику, в которой буду показывать различные продюсерские приемы и фишки на примере треков любимых мной музыкантов. Ни в коей мере не претендую на точность воссоздания, задача скорее показать подход в работе. Сами треки в оригинальном исполнении, к сожалению, ставить не смогу, иначе наш дорогой YouTube прикроет лавочку, поэтому ссылку на треки я буду оставлять под видео. И начну я сегодня с одного из моих музыкальных отцов, благодаря музыке которого сформировался какая-то часть моего творчества в том числе. Когда большинство саунд-продюсеров создают рамки жанра и бессмысленно застревают в них, Ричард Дэвид Джеймс эти рамки разрушает, тем самым безгранично расширяет эмоциональный спектр своей музыки. От красивой, сказочной и даже немного по-детски доброй, до безумно ужасающей и агрессивно злой. Многолеки бока в ангардной электронике, издающейся под пятнадцатью псевдонимами, но более всего известный миру как AFIX TWIN. На его творчестве выросло не одно поколение музыкантов и слушателей, его почерк невозможно ни с кем спутать. Благодаря его музыкальным экспериментам он стал одним из пионеров, как он сам это назвал, brain dance или в простонародье IDM музыки. А для тех, кто не знаком с его творчеством, я собрал плейлист из его треков, с которым смело можно начать знакомство с его музыкой. Ссылка в описании под видео. И первым треком для разбора я взял Window Licker, один из первых треков AFIX TWIN, после которого я зафанасеял с его музыки. Очень рекомендую посмотреть клип на этот трек. Крис Кёнингом, режиссер этого клипа, еще один гениальный творец. Ссылку на клип я оставлю в описании под видео. Ну что, начнем разбор. Сперва при помощи AUM я хочу записать парочку интересных звуков. Я создал аудиоканал и добавил на него очень интересный плагин, который называется Tube AU. По сути, это просто плеер в формате AUV3, через который мы можем запускать YouTube. Далее я захожу в свои избранные видео. Для этого видео есть несколько звуков, которые я уже отобрал. Вот первый. Перемотаем на начало. Активируем кнопку записи. Пишем. Сразу не отключая, еще один звук запишем. Виниловые щелчки. В принципе достаточно. Я это сделал именно через AUM, потому что здесь это проще всего сделать. Далее полученную запись я отправлю в Cubasis. Ну а вот теперь в Cubasis мы можем делать всю основную работу. Сперва добавлю несколько аудиодорожек. Предварительно я уже собрал несколько сэмплов, которые нам понадобятся. Начнем с бочки. Стандартная 808 бочка. Послушаем, что получилось. И еще раз дублирую эту партию. Далее мы возьмем записанные сэмплы. Выключаем сетку. Нам из этого сэмпла нужен буквально маленький один кусочек. В оригинале трека там звучит не совсем хай-хет, а скорее такой перкуссионный щелчок. Он-то нам понадобится. Ставлю сетку одна шестнадцатая. Я сдублировал хай-хет на одну шестнадцатую. Теперь я сделаю фриз. Вот такой удобный сэмпл, с которым будет проще работать. Дублирую это все. Давайте пока начнем с четырех тактов. Один удар хай-хета вот в этом месте я удалю. Далее на хай-хет добавлю эквалайзер. Далее я возьму следующий сэмпл, который я записал. Это виниловый шум. Можно просто вот такой маленький кусочек взять. Скопируем. И отрежу низкие частоты. Для этой задачи достаточно стандартного эквалайзера. Хай-хет я сделаю чуть более острым. Добавлю transient shaper. Один из моих любимых transient shaper на iOS. Это FAC transient. Получился такой хлесткий, очень острый звук. То, что надо. Далее я соберу snare. Это будет многослойный snare, в котором я использую несколько отдельных клэпов и snare. Сперва возьму вот такой стандартный 909-й клэп. Он звучит высоковато. Я спущу его по питчу ниже. Примерно на 3-4 полутона. Заходим в transpose. Выставляем semi-tones пониже. Оставлю режим mobile. Нажимаю apply. Вот он звучит уже пониже. Был таким. Стал таким. Это будет первый слой будущего снейра. Проименую layone. Теперь я обратно вернусь к хай-хетам и шуму. Добавлю их в одну группу. Создаю групповой канал. Выбираю хет и noise. И теперь я применю sidechain компрессию, чтобы хет и шум подчинялись удару бочки. Для этого на созданную группу я закину компрессор. Выберу компрессор, который называется woodpressor. Первую инстанцию я повесил на группу. А второй такой компрессор я закину на бочку. Для работы sidechain необходимо выбрать мод. Это будет side send, то есть отправка. А на группе в компрессоре выставлю side receive, то есть прием. И вот слышно, как кик подавляет громкость хай-хета. Выключу автомейкап. Быстрая атака. Таким образом мы слышим, как бочка подавляет по громкости группу с шумом и хай-хетом. Честно говоря, кроме woodpressor я не нашел другой техники, как сделать sidechain в Cubasis 3. Все остальные компрессоры именно таким образом не умеют делать sidechain, хотя и имеют функцию sidechain. Продолжим собирать snare. Добавлю новый слой. Это будет вот такой вот snare. Звучит достаточно высоко. Тоже спущу его примерно на минус 4. Уже лучше. Сделаю хвост покороче. Более пончевый, более короткий звук. Еще короче. Добавлю на него еще transient shaper. Но вот такой вариант мне уже нравится. Сделаю фриз. Я уже не раз в своих видео рассказывал, почему я делаю фриз. Таким образом разгружается нагрузка на процессор. Ну а также обратите внимание, что появилась задержка из-за плагина. И таким образом мы можем эту задержку устранить. Исходник можно удалить. Не хватает немного яркости. Добавлю еще один слой. На этот раз это будет 808 стандартный клэп. Теперь на первый слой я хочу добавить еще один компрессор. Но на этот раз это уже не стандартный компрессор. Он называется Watt от Brambos. Который имитирует звучание пресета OTT в Ableton Live. И таким образом очень мощно пережимает сигнал. По вкусу его настрою. Как вы уже заметили, я использовал этот компрессор для того, чтобы немножко растянуть звук. И сделать его более поджатым. Послушаем, как в миксе это звучит. Да, то что надо. Теперь все три слоя добавлю в единую группу. Создаю групповой канал. Добавляю слой 1, 2 и 3. И теперь на эту группу еще один компрессор закину. Тот же Watt. Теперь полученный снейр я отрендерю в единую дорожку. Проще всего сделать Mix Down. Нажимаю кнопку Solo на группе. Далее Create Mix Down. Вот я его экспортировал. Мы получили единую дорожку. Проверю задержку. Нет задержки нет. Отлично. Теперь я смело могу удалить группу и все три слоя. Еще немного над снейром поработаю. Добавлю дополнительно Transient Shaper. Учеркну атаку. А хвостик как раз наоборот приберу. И немножко эквализации. Вот мы видим, что появилась задержка. Скорее всего ее опять внес Transient Shaper. Далее пропишу Bass. Создаю MIDI дорожку. MIDI ноты у меня уже готовы. Чтобы не тратить время, я их предварительно уже записал. Но тембр мы накрутим вместе. И сделаю это при помощи синтезатора Blizz Alpha. Выберу дефолтный Preset. Мне понадобится один осциллятор. Квадратная форма волны. Сустейн подниму максимально вверх. Decay сделаю поменьше. Зайду в фильтр. Назначу огибающую на фильтр. Вот видно Low Pass Filter. Уберу высокие частоты. Envelope назначаю на 100%. Сейчас Envelope уже работает. Послушаем. Приподниму немножко резонанс. Зайду в модуляции. И еще один дополнительный Envelope назначу на Pitch. Выбираю цель Pitch. Осциллятор 1. Поднимаю на 100%. Убираю все параметры в ноль. И потихонечку добавляю Decay. Получили в начале звука такой небольшой пинок по атаке. Захожу в эффекты. Подключаю delay. Да, между вторым и третьим тактом. Вот здесь на стыке. Сделаю небольшой глич. Я сделаю это вручную. Да, можно было бы это сделать при помощи каких-то плагинов. Например, Effectrix и прочих. Но такие подобные вещи иногда даже проще вручную сделать. Ну вот, приблизительно так звучит одна из партий window licker. Попробуем сделать еще одну часть этого трека. Рисунок барабанов здесь немножко другой. Поставлю сетку trioli triplet. Выберу 1 восьмая. И хай-хэт пропишем на каждый третий удар четверти такта. Первый удар бочки удалю с длинным хвостом. Дублирую короткий кик. По сути это будет прямая бочка. Все лишнее поудаляю. Хай-хэт дублирую в нужные нам места. Из баса нам понадобятся только первые три ноты. Ну а также в этой части мне понадобится еще один инструмент. Я возьму electric piano. Такой интересный плагин. Называется House Mark 1. Мизи для этой партии у меня также уже готовы. Закину аккорды. Послушаем как это звучит. Вот таким образом у нас получилось две части этого трека. Эта часть с прямым битом, триольный хай-хэт и в ее основе аккорды. А это часть с басом и более ломаным рваным битом. В этом примере мы разберем не какой-то конкретный трек Афикс Твина, а его отдельный творческий проект, который называется IFX. Он очень любит экспериментировать с различными аналоговыми драм-машинками и 303-м роландовским басом. Сперва я поставлю скорость проекта в районе 170 ударов. Начнем с ритмики. Первым делом я загружу драм-машинку PlayBit от разработчика Audio Modern. У этой компании также есть один очень интересный миди-генератор Reifer. Большой обзор по нему обязательно посмотрите на моем канале. Чем хороша эта драм-машинка? Она позволяет рандомизировать удары барабанов и при этом делаться это очень просто. Сперва для этого примера я загружу роландовские 707-е драм-моншоты. У меня есть уже несколько отобранных. Сперва бочка. Двойным кликом загружаю. Я пока не буду вдаваться в подробности как устроена эта драм-машинка. Я обязательно про нее сниму отдельный обзор. Но вот эта часть позволяет рандомизировать различные параметры звука. Для рандомизации бочки мне понадобится рандомайзер только ударов. Поэтому все остальные рандомизации я залочу вот этим замочком. Который позволяет отключать рандомизацию. То есть таким образом рандомизация будет происходить только ударов кика. Но не питча и прочих. Минимальное и максимальное количество ударов рандомизации я оставлю как есть по умолчанию. От трех до четырех. Теперь я нажимаю вот эту кнопку рандомизации. И каждый новый такт рисунок бочки будет автоматически рандомизироваться. В следующий слот я добавлю snare. Это будет также 707. Я его просто пропишу на вторую и четвертую долю такта. Рандомизировать я его не буду. Послушаем как это звучит. Следующий инструмент у меня будет hi-hat. На steps я включу рандомизацию. Density также оставлю рандомизацию. На pitch рандомизацию залочу. Volume и pan тоже залочу. Density настройки я оставлю как есть. А вот количество шагов все-таки сделаю побольше. Минимум четыре удара. А максимум ну допустим двенадцать. Послушаем. Почищу hi-hat. Я сейчас слышу, что hi-hat очень длинный. Немного укорочу. Делается это при помощи вот этой функции. Можно вернуть громкость. А далее у меня будет rimshot. Тоже 707. Step можно сделать от 1 до 6. Рандомизацию я включу. E density оставим как есть. Остальные параметры залочу. Чуть потише сделаю. Хочу добавить еще один инструмент. Но здесь к сожалению слотов уже не хватит. Поэтому я добавлю новую инстанцию playbeat. И в нем я добавлю clap. Количество ударов я поставлю от нуля. То есть за один такт возможно вообще не появится clap. До четырех максимум. Рандомизацию включаю. А density и прочие параметры я рандомизацию залочу. Клэп сделаю потише. Вот такой получился рваный ритм. Далее я добавлю бас. Для него я использую Model D. Один из моих любимых синтезаторов. Открою в басах готовый пресет. Мне нравится вот этот human bass. Как и в случае с барабанами все происходит рандомно и хаотично. Так и с басом я закину в MIDI секвенсор. Который будет рандомизировать сам ноты. Это пакет эффектов от компании Brambos. Называется Rosetta. Инструмент называется Particles. Вот он уже начал рандомизировать ноты. Выберу лад Hiroyoshi. Тональность выберу повыше. Пусть это будет B. То есть C по-русски. Квантизацию выставлю 1.16. Включу функцию Use Host Transport. Для того чтобы синхронизация была с воспроизведением нашего проекта. Вот мы слышим воспроизведение остановилось. Density. Количество нот добавлю побольше. Скорость воспроизведения нот выставлю побыстрее. Вот это ручка воспроизведения нот выставим рядом. Чтобы ноты были в одной октаве. Далее бас докрутим. И вживую проавтоматизирую ручку частоты и резонанса. Нажимаю кнопку R для воспроизведения. W для записи. Уже видно как ручка проавтоматизирована. Далее проавтоматизирую резонанс. Бас готов. Двигаемся дальше. Мелодия будет воспроизводить синтезатор Continua от Audio Damage. Мне есть очень понравился штатный пресет. Который называется Nearly Clear. Сразу на него добавлю тот же самый Rosetta Particles. С теми же настройками. Выбирай тот же лад, ту же тональность. Но настрою его немножко по-другому. Количество нот выставлю немного поменьше. Квантизацию также более редкую сделаю. Density выставлю побольше. И pitch выставлю выше, чтобы играл в более высокой октаве. Скорость воспроизведения нот тоже побыстрее сделаю. А расширение воспроизведения нот сделаю пошире, чтобы в разных октавах звучало. Послушаем как звучит. Немножко звук докручу. Чуть меньше сделаю низких частот. Мелодия готова. И еще добавлю одну мелодию. На этот раз у меня будет синтезатор Cauldron от разработчика Yonok. Очень полюбился мне этот синтезатор. Я предварительно накрутил уже свой пресет. Звучит он вот так. На MIDI также добавлю Rosetta Particles. Все те же настройки как и были. Но количество нот я сделаю гораздо меньше. Pitch повыше, чтобы в более высокой октаве играл. Скорость воспроизведения нот также чуть побыстрее. Spread сделаю пошире, чтобы в разных октавах звучал. Диапазон нот чуть-чуть меньше сделаю. И квантизацию сделаю по сетке 1,4. Чтобы все это не смешивалось с предыдущей мелодией. Звучит немножко монотонно. Поэтому можно, например, автоматизировать параметр Pitch в самом Particles. Нажимая R, W воспроизвожу. Далее можно попробовать каким-то интересным образом обыграть барабаны. Добавлю один из моих любимых реверов EOS 2 от Audio Damage. И проавтоматизирую ручку Drive-Ed в каких-то определенных местах. Нажимаю запись. Отключаю запись. Автоматизацию немножко отредактирую. Нажимаю вот эту кнопку, захожу в редактор автоматизации. Получилась вот такая автоматизация. Ну и напоследок я на мастер-канал добавил плагин KoalaFX. И в нем уже можно интересно поиграть с эффектами. Добавить чуть больше хаоса в звук. Ну вот такие техники сегодня мы успели изучить. Если видео вам понравилось, ставьте палец вверх. В комментарии напишите свои мысли по поводу увиденного. Ну и конечно не забудьте подписаться на мой канал. Ну а также вы всегда можете поддержать мой канал материально. Ссылка на донат в описании под видео. Это канал Flowform. С вами был Саша Сейнтрайдер. До новых видео! Подписывайтесь на мой канал.